Добрый день! Традиционный наш пост в канун Пурима это то, что мы делаем для каждого человека, который делал на нашем сайте Мы берем три половинки шекеля и мизаким, то есть делаем приобретение, как бы дарим этому человеку эти полтора шекеля И он их обратно возвращает в толдот, для чего мы это делаем, поскольку это самый лучший вариант, по мнению Мишнамрура, как выполнить этот обычай Подробнее мы разместим ссылку в блоге, в комментариях, как мы это делали в прошлые годы Но мы сделаем, сейчас есть 115 человек в этом году, которые в этой категории пожертвовали И мы сделаем из Раташем 115 вот таких вот процедур, для того, чтобы сделать им идеальное выполнение этого обычая Это по этому вопросу Но блог сегодняшний мы хотели посвятить нескольким актуальным вопросам, которые прояснились, которые появились в канун этого Пурима Хотелось бы поделиться этими вопросами и ответами на них с нашими зрителями Итак, несколько актуальных вопросов Вот будет такой небольшой блиц, у нас есть четыре как бы вопроса, один из них мы уже осветили, и вот еще три Значит, три вопроса Первый, человек едет из Москвы в Ярушалаем на Пурим Вылетает сегодня в 14-го Адара ночью и летит в Ярушалаем, он будет с утра 14-го Адара Теперь, когда он должен читать Святых Эстер? 14-го или 15-го? Критерий Аллахи, те, кто смотрели наши уроки по Гимаре, это находиться на момент рассвета 14-го, либо 15-го Это то, что решает, будет ли этот человек считаться напурим жителем городов без стены или городов, обнесенной стеной Соответственно, когда он будет читать Святых Эстер? 14-го или 15-го? Теперь с нашим вот этим героем, который летит из Москвы в Ярусалим При этом он на момент утренней зари оказывается на несколько минут Наказывается в Луде, потом берет такси и едет сразу в Ярусалим Считается ли он, что поскольку на этот момент он находился в Луде, там, где у нас аэропорт Бен-Гурион Считается ли он жителем этого места или все его движение по направлению к Ярусалиму делает его не жителем городов без стены А делает его жителем Ярусалима, и поэтому он не должен читать во время полета Святых Эстер И 14-го с утра он не должен читать Святых Эстер А он может совершенно спокойно ехать и читать Святых Эстер только 15-го у себя дома в Ярусалиме Очень интересно, Рафганс, которого я вчера встретил, мне сказал, что в этом случае неформальное нахождение на территории города без стены А направление движения – это решающий фактор, поскольку он не считается жителем города Он не житель города этого, он проезжий, он на самом деле едет в Ярусалим Интересная аллаха, можно ее обсуждать, можно и по его поводу спорить, но вот такая интересная аллаха Второй закон, который мы хотели бы подчеркнуть Позвонил нам один из наших учеников и задал следующий вопрос Он едет в одну из европейских столиц и не успевает Он приедет ночью в свою европейскую столицу И что ему делать? Может он послушать чтение Святых Эстер по телефону Потому что до утра 14-го дара он не успевает доехать до места То есть он утром послушает утреннюю Мигелу На Мигелу Святых Эстер нужно слушать и вечером, и утром Как ему быть с вечерним чтением Я ему сказал, что слушать по телефону не помогает У него есть вариант взять свой Святых Эстер и прочитать себе самому Он сказал, что это тоже нереально для него В общем, он решил остановиться в другой, достаточно близкой ему европейской столице И таким образом потом продолжить свое путешествие дальше Вот там где-то 4 часа ему придется, то есть ему придется остановиться в одной небольшой европейской столице И потом он продолжит путешествие к себе домой Он задержится, прочитает там Святых Эстер, договорится И потом продолжит свое путешествие И третий закон, ни про кого не будет сказано Моя соседка сидит, шива это называется У нее 7-дневный траур по поводу смерти ее отца, большого праведника И она живет так же, как и я, живу в Мудине Мудин-элит И это у нас Пурим 14-го числа, 14-го дара Она сейчас находится в Иерусалиме И траур у нее заканчивается в Пурим утром В Пурим 14-го, это 7-й день траура, они встают и дальше, так сказать, все ограничения снимаются Получается так, на момент 14-го дара, она находится в Иерусалиме Она не должна читать Святых Эстер, поскольку она на момент восхода солнца Или начала утренней зари 14-го числа, она находится в Иерусалиме И как бы в Иерусалиме Пурим будет 15-го Но она потом едет к своим детям, возвращается домой на 14-го дара Она возвращается на трапезу к своему мужу и к детям После того, как она заканчивает свой траур по поводу отца По поводу смерти своего отца дома у своей матери в Иерусалиме Получается, она переезжает Она приезжает, Пурима уже нет Уже все прочитали Она была свободна от чтения Пурима, от чтения Святых Эстер У нее нет Пурима Она приезжает домой, у нее нет Пурима Да, а что ей будет делать 15-го, так сказать 15-го она уже в Брахфельде, как бы там, где мы живем Там у нее нет Пурима Получается, таким образом она как бы без Пурима остается, в принципе Вот Опять же, поговорив с Рафганцем, он говорит, что есть такое высказание Хазуниша Что человек не должен себя вывести полностью из обязанности Пурима Поэтому для нее решением этого вопроса будет либо вернуться домой сегодня вечером, в среду вечером Чтобы она уже в ночь на 14-е уже была у себя дома Или же, наоборот, ее решением ее вопроса будет вернуться в Иерусалайм На, тоже, еще на одну ночь И тогда там проснуться, как бы, с восходом солнца Или с начала утренней зари в Иерусалайм И послушать там, как бы тогда и вечернюю, и утреннюю Мегилон Вечернюю Мегилу она сможет послушать даже в Рафганце Если она собирается ночью ночевать в Иерусалиме Она может даже у нас дома послушать вечернюю Мегилу И потом продолжить свое движение в направлении Иерусалима И там послушать утреннюю Мегилу, если она собирается спать в Иерусалиме Вот это несколько Аллахот Всем желаем Пурим Самех Как всякие законы мудрецов, законы Пурима Они очень интересные, очень требующие понимания Мы постарались, как бы, сделать небольшой блиц Всем счастливо, Пурима, до свидания Субтитры сделал DimaTorzok